всем привет в эфире нехта и события место которым в новинках новостей сегодня много так что ставьте лайк чтобы не забыть и обязательно безопасно делитесь правдивой информацией ну а мы начинаем сегодня в выпуске мы расскажем о ритуалах в ментовских семьях хунта начинает мстить белорусам заминирована вся страна синепалова по частям начинают признавать экстремистам как фашисты скрывают статистические данные диктатор не чувствует вины перед народом трагическое событие в семье северинца хунта продолжает душить независимую журналистику компьютерных игр в беларуси больше не будет в минске сгорела машина председателя комитета судебных экспертиз алексея волкова который был тайно назначен на такую должность в октябре 2020 до этого он вел дела сергея тихановского и других политических заключенных в следственном комитете из-за чего угодил в санкционный список ес toyota land cruiser 2015 года выпуска обнаружили в 4 утра недалеко от дома номер 7 по улице лапаровической в минске судя по всему волков не один год откладывал на нее ведь аналогичный автомобиль на вторичном рынке только в рабочем состоянии оценивается в сумму от 40 до 65 тысяч долларов что стало причиной возгорания мы не знаем если вы владеете какой-то информацией поделитесь в чат-боте в telegram кроме этого печального для волкова происшествия по всей стране прошли массовые эвакуации людей из учебных заведений и административных зданий такого массового случая в истории еще не было кажется в список попали вообще все административные здания страны университеты школы отели дома спорта и даже здания посольств беларуси в литве и кыргызстане мы пытались собрать список но поток сообщений с указанием новых мест предполагаемым минированием не прекращался в тексте сообщений сказано что в каждом из зданий была заложена бомба и что игил в этот момент начнет джихад против беларуси напомним что за обновлениями ситуации оперативно можно следить в наших телеграм-каналах вчера в минске прошли похороны комитетчика убившего андрея зельцера бывший офицер спецподразделения алмаз игорь макар в эфире белсад подтвердил что предоставленные хунтой видео не доказывают вину андрея так как оно смонтировано и не подтверждено полными версиями с камер смерти комитетчика виновны прежде всего его руководители они допустили непозволительные ошибки а значит именно начальство хунты должно быть наказано также прозвучала версия что это friendly fire то есть другой каратель совершил ошибку и смертельно ранил впереди идущего сотрудники которые зашли в квартиру и повернули налево там было абсолютно достаточно места чтобы второму сотруднику который стоял сзади спины производить выстрелы почему потому что мы видим что там коридор и влево большой отступ там может еще поместиться минимум два человека и не мешать прямой стрельбе человека который находится сзади потом мы видим что сотрудник отбегает назад производится выстрел и причем запись дублируется сначала происходит три-четыре выстрела с пистолета потом эти выстрелы дублируются мы видим как дмитрий нирвана подбегает еще не будучи раненым так как показалось на записи когда андрей типа зельцера стрелял он подбегает к проему дверному и направляет пистолет в сторону окна левую руку он еще не ранен потом мы видим что второй сотрудник подбегает к нему и слышит выстрел и очевидно видно что потому что у него живот уходит внутрь и задняя часть туловище отходит за и он начинает пятиться и мы видим сразу же крови капли крови на полу что произошло на самом деле до обнародования полных видео с разных ракурсов мы можем только догадываться очевидно лишь одно хунта изо всех сил пользуются смертью коллеги а главные претенденты на размещение в казенном доме открыто говорят о месте непонятно только кому и за что мы знаем кто является вдохновителем этого и считаем что они перешли красную черту поэтому это красная черта передина мы без ответа эту ситуацию не оставим так называемый председатель постоянной комиссии по нацбезопасности бывший начальник генерального штаба вооруженных сил генерал белоконев вообще хочет убивать белорусов и даже предложил свой расплывчатый курс человеческих жизней один комитетчик за 20-100 белорусов лукашисты откровенно вдохновляются гитлеровцами режимное издание беларусь сегодня публиковала ряд статей неизвестные факты о преступлениях фашистов и коллаборационистов белоруссии его автор опирается не только на свидетельских показаниях но и на немецких документов которых захватчики сами описывали свои преступления сам диктатор тоже не остался в стороне он заявил что действовать без экипировки было решением самой группы террористов а с их руководителей взятки гладкие при этом сипатый так и не смог определиться было это спецоперация или нет и нарушение всех норм проведения боевой операции не было спецоперации какой-то вот что касается данной операции бронежилета еще раз подчеркиваю это даже не была операция при этом не люди из хунты не отдают тело убитого чекистами андрея зельцера его матери ольги женщина до сих пор не видела его и не знает где она находится сейчас и что с ним также ольга не верит что сын мог все это спланировать заранее трагическую новость на своей странице в фейсбуке сообщила анна северинец сестра политзаключенного павла северинца который находится в тюрьме сейчас на 69 году жизни от осложнения вызванного коронавирусом скончался отец павла константин павлович северинец белорусский публицист переводчик журналист и автор детских книжек супруга павла северинца ольга обратилась ко всем неравнодушным людям дипломатам и организациям с просьбой всеми способами оказать помощь чтобы павла отпустили на прощание с отцом сегодня ночью помер тата павла северинца константин павлович мы извертаемся до людей добрых до организаций и до дипломатов и просим всеми махчевыми способами для помощи кап на похование отпустили соболезнование семье выразила избранный президент республики беларусь светлана тихановская редакция нехта также выражает свое соболезнование диктатор начал давать показания он дал интервью журналисту русской службы cnn мэтью chance интервью проживает москве и привит спутникам стоит отметить что пиар-служба cnn отказалась от упоминания какого-либо статуса самопровозглашенного президента в своем твиттере крепкий хозяйственный к свойственной себе бы для чьей манере не давал журналисту сказать и слово постоянно пытался давить на того своим липовым авторитетом возможно мы все что-то упустили вы так разволновались уронили там приборы какие-то возможно мы какие-то вопросы упустили если у вас есть они я могу на них ответить что касается содержание то тут наверняка белорусы не услышать ничего нового по классике во всем виноваты польша и сша против режима объявлена настоящая гибридная война но несмотря на все это экономика растет семимильными шагами старые заученные байки в конце интервью мэтью чанс предложил синепалам упакаяться и извиниться перед белорусским народом за насилие избиение и смерти в подтверждение слов журналист привел сведения из отчета международной правовой организации human rights watch синепалы как обычно назвал все выдумками извиняться перед народом узурбатор не пожелал сообщив что просить прощения ему абсолютно не за что лидер гражданской компании европейская беларусь экс-кандидат в президенты беларуси и бывший политзаключенный андрей санников прокомментировал в твиттер интервью с синепалым вот так интервью с обезумевшим диктатором которое взял корреспондент мэтью чанс для cnn это не журналистика это оскорбление белорусского народа предоставление мировой платформы нелегативному правителю которого обвиняют в преступлениях против человечности делает cnn соучастником этих преступлений кажется мэтью вместе со своим руководством вскоре повторит историю дмитрия гордона который после интервью пожалел о таком событии назвав его одной из главных ошибок своей жизни фашисты из мвд отказываются показывать результаты своих репрессий опасаясь что статистика может дискредитировать и без того воспаленные органы хунта попросту ее не опубликовала белорусы создали петицию на платформе удобный город и требуют от карателей отчитаться о своих действиях и предоставить данные о количестве задержанных по знаменитой статье о массовых мероприятиях в прошлой редакции коап это была статья 23 34 но после многочисленных акций которые проходили в 23 34 номер был изменен на 24 23 29 сентября заместитель министра генка казакевич дал ответ в котором фактически признал что менты наломали дров и если эту информацию обнародовать в обществе возникнет новая волна возмущения о том что деятельность всех государственных органов в нашей стране гласная генка видимо до сих пор не в курсе хотя в самой петиции на которую он отвечал есть ссылка на конкретные пункты конституции работающие только тогда когда удобно хунте а мы не можем не напомнить вам о специальном проекте 23 34.net задачей которого стоит сбор информации об абсолютно всех нарушениях со стороны милиции связанных с мирными акциями начиная со старта предвыборной кампании 2020 года белорусов забанили в одном из самых популярных магазинов видеоигр в мире epic games store жителям беларуси запретили делать покупки из-за санкций сша страна появилась в официальном черном списке на сайте компании вместе с бирмой и бурунди epic games одна из крупнейших в мире компаний в области видеоигр разработчики игры fortnight и графического движка unreal engine их магазин один из крупнейших он регулярно дает большие скидки а иногда и бесплатно распространяет трипл эй проекты по гебельс тв продолжают пускать шептунов в стороны независимых медиа вынуждены работающих за границей но ветер дует именно в их сторону задыхаясь от правды высокодуховные каратели карпенкова начали приходить домой к родственникам независимых журналистов еще недавно громили квартиру ведущие малан комедия катерины пытливой 25 сентября к ней опять пришли и судя по всему из кгб увидев последствия так называемого обыска даже комитетчики были в шоке теперь служители хунты начали приходить к родственникам независимых журналистов наведались даже к 93-летней бабушки и к брату екатерины и иерусалимской пришли не по форме не показали никаких бумаг только рассказали что на журналистку заведено уголовное дело из-за того что в августе 20 она работая в нехта призывала убивать силовиков екатерина записала обращение к режимным псам хотелось бы обратиться к неизвестным которые вот уже несколько дней терроризирует моих родственников приходят бабушки к брату не представляются не по форме якобы на меня заведено уголовное дело за то что работая на них то я призывал убивать силовиков дорогие мои подписывайтесь на маланка медиа вы не только узнаете моё местоположение но и услышите о себе очень много интересного мы работаем для вас живи беларусь хунта не брезгует и прямыми угрозами журналистка белсата алена дубовик получила сообщение от пользователя под ником антон с угрозами в отношении ее старшего сына который сейчас в беларуси сама журналистка с двумя младшими детьми находится в безопасности это первая угроза которую она получила раньше ей только сообщали что находится в разработке также стало известно что лукашевский верховный суд ликвидировал последнюю в стране правозащитную организацию белорусский хельсинский комитет ее председатель олег гулак заявил что организация продолжит работать без регистрации хунта подкинула проблемы белорусскому писателю и барду анатолию кудласевичу супруга мужчины обнаружила разгромленные квартиру и пропажу мужа кроме этого из квартиры пропали два ноутбука мобильные телефоны и медикаменты с помощью адвокатов родственники нашли писателя в списках задержанных при задержании писателя несколько раз ударили разбили гитару и мы пачали значит шукат ну першаш на нато где что связано с белой червоно-белой символикой пошли сносит суды и книжки и шевроны и значки и кисти и так далее музыкант обвинили в том что он разместил бчб флаг на балконе своей квартиры на судилище кудласевич рассказал что фашисты пришли к нему утром 29 сентября а флаг висел в квартире еще с двадцатого года но тот что виден на фотографиях балкона был при фотошоплен судья алла скуратович проверять информацию конечно же не стала и оштрафовала мужчину на 2900 рублей у анатолия инвалидность второй группы у него удалено одно легкое несмотря на это писателя ночь до суда удерживали на окрестина просьбы о выдаче медикаментов фашисты игнорировали интервью карпенкова никак не может уйти из новостной повестки в нем любитель разбивать витрины и кошмарить мирных граждан угрожал взрывать двери квартир по его мнению террористов кидать светошумовые гранаты использовать при задержании собак а если не увидят поднятых рук то просто убивать человека в этом же интервью он поговорил и о воспитанных рабах за которых очень переживают жены я знаю что каждому сотруднику жены когда он уходит их и крестят в спину и в окно смотрят и провожают о том как качественно и на доступном для них языке на самом деле крестят своих героев не в спину а по телефону жены мы смогли узнать из видео от байпол домой если ты не видишь время сейчас у тебя с головой не все в порядке я вижу время полчаса было я полчаса в беларуси запретили усы лукашенко эта фраза звучит слишком забавно чтобы мы не рассказали об этом в наших новинках если весь цивилизованный мир давно запретил диктатору приезжать на их земли то в нашей стране можно подумать его начали запрещать по частям но к сожалению речь идет о телеграм и youtube каналах усы лукашенко быть может скоро мы увидим сипатова в новом образе так уже сделал северокорейский ориентир синепалова ким чен ин теперь он носит костюм с галстуками в европейском стиле и сделал новую прическу а вот почитатели тиранов одинаковы во всех частях света смотреть на такое неистовое поклонение в современной действительности весьма необычно в качестве ответных мер на санкции могилевский игродельный комбинат анонсировал выход платформера по мотивам выборов двадцатого года на сегодня это все новинки о которых мы успели рассказать благодарим вас за внимание и активность в комментариях узнавать самые оперативные новости вы всегда можете в наших телеграм-каналах в их описании вы найдете ссылку на анонимный телеграм-бот куда можно безопасно присылать важную информацию все адреса каналов нехта всегда неизменны в том числе инстаграм не попадитесь в руки мошенников которые от нашего имени с фейковых аккаунтов вымогают деньги а если действительно хотите поддержать нас финансово переходите по ссылкам под этим видео до скорого живя беларусь